Родная и любимая для 12 тысяч человек станица Анастасиевская отметила 154 день рождения. Народные гуляния продолжались два дня. Обо всех самых ярких моментах праздника смотрите в следующем материале выпуска. Вот так по-кубански хлебосольно и радушно встречали Анастасиевцы гостей праздника. Особым и, что немаловажно, вкусным подарком ко дню рождения станицы стало проведение ярмарки продажи домашней выпечки и консервирования. Станичный разгуляй. Школы, садики, учреждения культуры постарались на славу. Каждый участник ярмарки хотел удивить членов жюри. Кто-то необычным блюдом, кто-то оформлением стола, а кто-то и танцами. Мы каждый год принимаем участие. До этого мы в Ханькове принимали участие на дне хутора, а теперь приехали в станицу. Очень много всего приготовили. Девочки наши старались из детского садика. Мы с радостью всех людей угощаем. Не менее хлебосольным был стол и у коллектива детского сада номер 27. Здесь гостей встречали всей дружной казачьей семьей и по кубанским традициям. Встречаем мы наших станичников казачьей хаты. Наша тематика. Хлеб, каравай. Нашей любимой станице мы желаем процветания. Всем станичникам крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы кубанские традиции и семейные традиции соблюдали, чтобы в каждой хате было как можно больше ребятишек, чтобы у всех был крепкий достаток и хорошая крепкая семья. Пока жюри оценивало кулинарные шедевры участников ярмарки, гости праздника приобретали домашнюю выпечку и наслаждались народными танцами и песнями. Среди гостей праздника было немало и приезжих. Житель Украины Григорий Пахил был восхищен тем, как на Кубани хранят казачьи традиции. И день станиц отмечают одной большой и дружной семьей. Выставка просто чудо. Я не местный, приехал издалека. Прошел тут по рядам. Больше всего стол понравился 28-й школы. У всех узнаю, какие, как. И Ханьковский детский садик, конечно, тоже в этих костюмах. Ну это замечательно. Откуда вы приехали? Из Украины. Почему-то казачество, так как развивается здесь, там нет этого. Ушло. Кроме ярмарки кубанских разносолов, на праздники можно было познакомиться с работой мастеров народно-прикладного творчества. Лидия Матвеева занимается лозоплетением. Плетение – это одно из самых древних ремесел и, пожалуй, первое, что освоил человек, используя для своих творений самый разный материал. Траву, шерсть животных, ветви деревьев. Лоза вообще произрастает, это ива, кустарниковая. На берегах рек, на песчаных берегах искать надо ее. Что попало, брать не надо. Надо искать именно прутик, чтобы он подошел. Прогонистый был, тонкий, длинный, не менее 80 сантиметров. Трудоемкий процесс, непростой, потому что состоит из заготовки. Потом подготовки материала к плетению. Смысл тот, что надо этот прутик варить, час варить, чтобы он кипел. Потом вручную каждую лозинку очищать. Потом опять замачивать и тогда только плести. Лозоплетение у мастерицы училась сама, по книгам и интернету. Но по-настоящему его освоила только после обучения у мастера-ремесленника. Никакая книга не раскроет и не передаст всех нюансов и тонкостей, что знает мастер. Поэтому так важно передавать все секреты ремесла от человека к человеку. То же самое можно сказать и о народных обычаях и традициях. На празднике народным фольклорно-этнографическим ансамблем казачьей напевы была показана реконструкция свадебного обряда. Эта церемония была достаточно длительной, а все ее этапы, начиная от сватовства, одевания невесты, встречи жениха и выкупа, сопровождались обрядовыми песнями, многие из которых еще называли причитами, сродни похоронным. Невесту зачастую не спрашивали, хочет ли она замуж, поэтому в песнях оплакивалась ее несчастная женская доля. Она навсегда прощалась с родным домом и уходила жить в новую семью. Музыка Были, конечно, и шуточные игровые песни, но исполнялись они уже во время застолья по случаю свадьбы. Зрители не могли оторвать глаз от происходящего около сельского дома культуры и с радостью делились впечатлениями. Наши традиции, еще единственная возможность это увидеть наш фольклорный коллектив. Больше мы такого нигде не увидим. Это наши корни, у меня мурашки по коже. Главное богатство любой земли – это, конечно же, люди. Именно они сохраняют традиции, приумножают культурное наследие, растят хлеб, благоустраивают свои населенные пункты. И даже этот замечательный праздник, день рождения станицы, не состоялся бы без труда и помощи анастасиевцев, уверен глава поселения Александр Семко. Главное достижение, я считаю, что это наши люди, с которыми мы стараемся облагораживать нашу территорию, станицы, участвуем во всех общих мероприятиях. Перед сегодняшним праздником мы провели 14 дней квартал из станиц, на которых присутствовали от 100 до 300 наших жителей. На этих праздниках мы чествуем самых лучших своих, самых достойных жителей. Участников праздника, а также победителей и призеров ярмарки домашней выпечки в станичный разгуляй отметили почетными грамотами главы поселения. Продолжился праздник вечером торжественным чествованием и награждением отличившихся земляков. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».